Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Денисе Черышеве, который недавно вышел в стартовом составе Валенсии на игру против Вальгидалида и, что характерно, этот матч стал первой за долгое время победой Валенсии. Минимальный счет 1-0 в пользу летучих мышей, но для них даже такой успех на вес золота. Ну и повторяю, Черышев вышел в стартовом составе, провел почти всю встречу и таким образом поучаствовал в этой победе, помог команде, однако местные фанаты вновь обрушились на него с критикой, что и неудивительно. Они в последнее время просто хейтят валенсийского футболиста, хейтят Черышева и в открытую его критикуют за любой минимальный косяк. Ну и вот на сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Друзья, напоминаю, что у меня появился канал на сайте Яндекс.Дзен, где я публикую свои статьи, посвященные футболу, а также иным видам спорта. Здесь вы найдете обзоры матчей, привычные вам переводы комментариев иностранцев, ну и плюс к этому здесь будут различные заметки на актуальные футбольные темы. Поэтому здесь будут самые оперативные реакции на последние новости мирового футбола. И подписавшись на этот канал, вы будете всегда в курсе моего мнения касательно важных футбольных и спортивных событий. Ссылка на мой канал на Яндекс.Дзене в описании. Подписывайтесь и читайте мои тексты на сайте Яндекс.Дзен. Альгуэнра. Не надо больше ставить в состав Черышева. Пожалуйста, не надо. Че Фила 0. Черышев аут. Пускай валит из нашей команды. Джоз 167. Насколько же плох Черышев? Ну, настолько плохой игрок, что, правда, не помешал команде выиграть в этой встрече. Удивительно. Плохие футболисты выходят, но Валенсия все равно добивается успеха. Как-то это не связывается друг с другом. Мэн Гузат написал. Нельзя продолжать играть с такими футболистами, как Хасон и Черышев. Ну, а других у Валенсии сейчас особо и нету. Команда ограничена в ресурсах, продала многих лидеров, поэтому нужно играть с теми, кто есть. Андрекс Бруно написал. Было бы неплохо, если бы Черышев отправился выступать куда-нибудь в Сибирь. Ну, снова стереотипы про холодную Сибирь и страшную Россию. Ну, и я думаю, какая-нибудь, например, Томь Сибирская была бы только рада, если бы туда пришел Черышев. Санли 19. Юнус Муса в очередной раз доказал, что именно он должен выходить на поле в основе, а не Черышев. Ну, на мой взгляд, Муса слишком молод. Джа Сико написал. Моя оценка Черышева по 10-бальной системе – 1. Джей Купер 17.10. Доволен итоговым результатом, но мне противно наблюдать за футболистами, которые утратили всякое желание играть. Уж извини, Черышев, но ты один из них. Даже дыхание перехватывает от этого чувства. Ну, при всех своих минусах, как мне кажется, к самодаче Черышева уж точно нет никаких вопросов. Это настоящий боец и всегда играет на 100%. Сэр Бронн написал. Черышева следовало менять значительно раньше на Вальеху. Ну, тут так говорят, как будто Вальеху это новый Роналду, не иначе. Олик написал. А мне показалось, что Черышев и вас способны приносить много пользы, но проводить больше 80 минут им не по силам. Ну, хоть какой-то, хотя бы отчасти позитивный комментарий о Черышеве. Мистер Айван написал. В целом, хороший матч в исполнении всех наших линий. Очень понравился Кангин Ли. И, как мне кажется, он был лучшим на поле после замены. А худшим с большим отрывом. Денис Черышев. Ну, с худшим игроком, как мне кажется, загнули. Эгритас. Я вспотел за просмотром этого матча больше, чем Черышев. Это было действительно мучение смотреть на его игру. Месефро написал. То, что Черышева заменили только после 90 минуты, огромная ошибка наставника. Бен Валенсия. Мне кажется, не лишним будет попробовать в дальнейшем Вальеху вместо Черышева на левом фланге. Ну, и Диакобиста написал. Ну, опять я был вынужден смотреть 90 минут на Черышева. А потом мой психолог спрашивает, почему я нахожусь в таком подавленном состоянии. А все из-за него. Ну, вот мы видим, что Черышев – это причина для массовой депрессии Валенсии. В общем, на мой взгляд, это уже откровенный хейтинг и неадекватность. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!